Всех очень рад не видеть, не слышать, но читать. Ну вот, кажется, 15.30. Настало наше с вами время, да? Ну, только вот у нас так презентация-то. Вот, так, все. Ну вот, презентация у меня включилась. Отлично. Ну, если нам с вами сегодня повезет, мы поговорим про конкретные государства Древнего Востока. Если повезет, но мы будем более вдумчивы, то мы поговорим как раз о государствах, которые сформировались. Напоминаю, мы с вами говорили о родовой организации, как она появилась, о территориальных общинах, о том, как люди переходили от кровнородственных связей к связям, основанным на соседстве, на проживании на ближайших территориях, о том, как постепенно складываются всякие разные властные институты, как постепенно появляется расслоение людей в обществе по разным признакам. Короче говоря, если обобщать, мы с вами говорили, да, вот о политогенезе. Напоминаю, да, что политогенез – это процесс, с одной стороны, создания государств, с другой стороны, это процесс эволюции этих государств. Ну, и даже не столько эволюции, сколько просто изменений. Государство как таковое – это живой организм, который сосуществует с обществом. Изменяется общество, изменяется государство, изменяется общественная структура, изменяется государственная структура. И поэтому политогенез – он как бы неотъемлемая часть нашего с вами существования в любую практически, ну, вообще в любую эпоху. И связан он не только с переходом к следующим более развитым формам государства или более сложным формам государства. Вообще слово «развитый» и «неразвитый» – это дело такое. Вопрос взглядов отношений и принадлежности к культуре. Ну, так, например, с точки зрения западной демократии, тоталитарные режимы Востока считаются неразвитыми. С другой стороны, с точки зрения тоталитарных режимов Востока, демократия не позволяет нормально развиваться обществу, потому что не контролирует его в самых его плохих проявлениях. Это вот очень такие древние споры. Если помните, еще древние греки на персов смотрели искосы, потому что у тех там был вот этот вот правитель, а все они считались рабами. А персы очень искосо смотрели на греков и, в общем, не понимали, как те так живут. Ну, в общем, политогенез – это изменение государства, и не только государства, но и так называемых политий. Дело в том, что кроме государства есть еще всякие другие виды политического существования людей, ну, общественно-политического. Государство – оно такое сложное, не только политическое образование. И если мы рассматриваем не государство, а что-то аналогичное, то лучше говорить слово «полития». Итак, значит, вот сейчас мы с вами продолжим говорить об этом процессе развития общественно-политических систем или политий. Напоминаю, что чаще всего наше с вами общество, ну, наше с вами в рамках планеты, да, оно движется в сторону создания государства. Возможные ответвления, к сожалению или к счастью, уступили в эффективности государству. Мы это с вами впоследствии увидим. Так что чаще всего мы будем говорить о пути государственного строения. Значит, да, государство чаще всего определяется концентрацией власти, специализацией администрации и правом на применение насилия. Ну, чаще всего, естественно, всех волнует вопрос насилия, поскольку обязательно насилие сопровождается, ну, как бы государство сопровождается насилием, его создание и существование в рамках этого государства. Ну, если мы посмотрим на нас с вами сейчас, то в целом мы с вами подвержены насилию со стороны государства, и это не всегда плохо. Слово «насилие» имеет вообще такие весьма отрицательные коннотации обычно, да, в современном обществе. Но, тем не менее, мы с вами обязаны платить налоги, обязаны, ну, там, да, защищать отечество, ну, у нас с вами, да, вот, так или иначе обязаны в России, да, существует обязательная военная служба для большинства населения и так далее. И это, в общем, законы мы обязаны соблюдать, безусловно, обязаны. И вот эта обязанность, по большому счету, это давление государства, да, очень часто соблюдение законов – это лишь страх перед наказанием, вы это знаете. Таким образом, государство нас принуждает, но это самое принуждение, оно очень часто идет во благо, да, во благо взаимного сосуществования. Обязательно ли государство и только ли государство может применять к человеку насилие? Обязательно ли, правильно ли говорить о том, что государство – это единственный, как бы, институт, который имеет право применять насилие? Ну, вот, с точки зрения многих теорий XX века, в том числе, да, вот марксистской теории, марксистско-ленинской, это так. Если мы посмотрим на более передовой край науки, то окажется, что, хотя отчасти теории XX века были верны, но есть нюанс. Дело в том, что не только ведь государство может применять насилие, причем применять насилие с согласия населения, вот это же важно, да. Например, скажем, в Древнем Риме, я вам, кажется, приводил этот пример, отец семейства имел право, да, вот это патриарх, патерфамилия, он имел право продать в рабство младших членов семьи, а и убить, в общем-то, и жену, да, хотя она происходила из другого рода, да, но переходя в род мужа, она переходила под его покровительство, любой муж, жену, ну, как бы, да, большую часть истории Древнего Рима он мог убить в том числе. Это не всегда встречалось обществом нормально, да, иногда общество это порицало, но возможность такая была, и государство за это не наказывало. В некоторых современных странах существует племенная структура, да, это характерно для стран Африки, когда насилие и принуждение людей к чему бы то ни было, это прерогатива не только государства, но и местных племенных групп, когда, например, до сих пор может случиться, знаете, как раньше это назвали, Божий суд, когда какие-нибудь представители племенных старейшин могут у себя на месте выяснять истину возложением руки на костер, ну, такое бывает. Это, кстати, характерно очень для ранних государств, да, племенные старейшины какие-нибудь в Скандинавии, не будучи членами непосредственно государственного аппарата, могли вполне себе устраивать вот эти вот самые Божьи суды, когда два человека, два спорщика берут раскаленный камень в руки, да, и вот кто дольше его продержит, тот, соответственно, и не врал. Того сторону и надо принимать. Это тоже получается, что монополия на насилие есть не только у государства. Поэтому, если мы даем государству такое максимально правильное в этом смысле определение, то надо сказать, да, что государство это система специализированных и централизованных институтов управления обществом с узаконенным правом государства на контроль и регулирование применения насилия. Государство может его не только саму применять, оно может делегировать это право, да, и вот в этом, вот это достаточно важно. Есть такие нюансы, хотя чем дальше развивается государство, тем меньше этих прав дается каким-то группам, организациям, структурам, да, и концентрируется это право в руках государства в итоге, конечно, но, тем не менее, это необязательно. Так, с вопросом насилия разобрались. Есть какие-нибудь по этому поводу уточнения, кто-нибудь что-нибудь может хочет сказать? Если что, пишите, пожалуйста, я всегда с удовольствием отвечаю на вопросы. Так. Как развивалась теория политогенеза? Ну, самые первые теории это Гоббс, Лок и Руссо, это так называемые теории общественного договора, которые в сущности говорят следующее, что люди в какой-то момент для удобства взаимного сосуществования договорились, что есть люди, которые производят продукцию, которые создают блага, ну, будь то сельское хозяйство, ремесло, там, или торговля, а есть те, кто их защищают и контролируют, направляют для общего блага. И вот, когда такое разделение случилось, появились разные группы, разные классы, которые впоследствии, те, кто контролируют и защищают, в силу концентрации у них большего количества ресурсов и военной силы, захватили власть и стали паразитировать на основном большинстве населения. Ну, вот теория общественного договора, да, что все началось как-то так вот с взаимного согласия, она, конечно, очень красивая, но должна быть на нынешний момент развития науки оставлена и находится она скорее в области философии. Еще одна теория политогенеза или складывания государства, да, это теория Гумпловича. Теория Гумпловича состоит в следующем. Значит, государство образуется тогда, когда одна община побеждает и порабощает другую, и это общине требуется осуществить над побежденными контроль. И вот для того, чтобы контролировать захваченное, начинает формироваться сложный аппарат. И вот из этого сложного аппарата контроля и подчинения появляется государство. Грубо говоря, виной появлению государства, ну, или не виной, да, а причиной, потому что вина все-таки имеет слово какой-то обличительный характер, да, является насилие. Насилие одной общины над другой общиной. Так действительно иногда случалось. Действительно иногда государство появлялось в тот момент, когда племена начинали подчинять друг друга. Вспоминайте древнюю историю Руси. Я, насколько знаю, вам историю России читают курс, но и в школе вы должны были это проходить. Помните, как формировался суперсоюз славянских племен? Да, вот какие-нибудь поляне, древляне. Он формировался, ну, на первый взгляд, из-за этого. Вот союз полянских племен захватывал там древлянских, там каких-то князей, да, помните. И формировалось государство. Потом требовалось осуществлять контроль, и появились твердые системы государственного взаимодействия, да. Пока их не было, система давала сбои. Помните, у нас там князя Игоря бесславно убили древляне, и Ольга ввела уроки и погосты. Вот это, пожалуйста, это твердые, такие серьезные каналы власти, да, которые уже являются признаком появляющегося государства. Но тут я заранее хочу оговориться, хотя теория Гумпловича отчасти, видимо, отражает действительность, но как и все однозначные теории XX века в первую очередь, она отражает только одну сторону процесса. Обычно у процесса создания политии в том или ином виде, то есть государства или какого-то вида сосуществования людей, аналогичного государства, есть комплекс причин. Современная наука пришла к выводу, что все вот эти различные теории появления государств, которые конкурировали друг с другом в XIX и XX веке, сейчас по большей части могут быть приняты в виде единого комплекса. Поэтому теория Гумпловича, в общем, является частью процесса политогенеза, который мог случиться в каком-то обществе, мог не случиться, и нужно рассматривать каждое конкретное общество и его историю, чтобы понять, что было первичным, а что вторичным в создании политической системы в этом государстве в это время. Дальше мы не можем не упомянуть Карла Маркса. Карл Маркс в основе своей идеи политогенеза видел преобладание революции над эволюцией. Помните, мы говорили, что государство как общество развивается путем эволюции, когда постепенно накапливаются изменения, которые приводят потом, когда они набирают критическую массу к изменениям качественным. А бывает революция, когда происходит резкий скачок, слом старого и постройка нового, без постепенного накопления. Так вот, Маркс говорил, что всерьез все движущие силы истории имеют революционный характер, что все движимое революцией и развитие общества, и развитие всего, что с обществом связано, в том числе и политической системы. В чем общий смысл? Вот посмотрите. Учение Карла Маркса и Фридриха Энгельса о развитии общества видит причиной всех этих революций классовую борьбу. Борьба одного класса с другим приводила к скачку общества на качественно новый этап. Что такое классы, вы, наверное, знаете. Я думаю, что да, но тем не менее, напомню, если немножечко обобщать и упрощать, то да, класс, в общем, это социальная группа, которая занимает определенное место в системе труда и имеет определенное отношение к средствам производства. Грубо говоря, есть те, кто владеют средствами производства, а есть те, кто использует эти средства производства. Таким образом, один класс предоставляет в аренду, ну, скажем так, да, или предоставляет за какую-то плату и отработку средства производства для более низших классов. И так постепенно нарастает классовая борьба между теми, кто работает, используя, и между теми, кто владеет. Вот эта вот разница приводит обычно к социальному взрыву и изменению. Такие классы по Марксу существовали на протяжении всей истории общества и постоянно боролись. Они могли быть представлены по-разному, да, это могла быть борьба рабов и свободных, это могла быть борьба, значит, жречество и аристократии против простого народа, это могла быть, ну, вот, борьба патрициев и плебеев в Риме, могла быть борьба народа и аристократии в древнегреческих государствах. Везде Маркс находил борьбу. В целом борьба действительно много где внутренне существовала, но это было опосредовано вопросами существования каждой конкретной культуры. Более того, есть серьезные искушения видеть борьбу классов во всем и видеть единую причину классовой борьбы, ну, да, единую причину всех серьезных процессов в классовой борьбе. Но, хотя так бывает, но очень редко, да, всерьез общество существует в некоторой гармонии. Она может быть построена на неравенстве, но, тем не менее, классовая борьба – это скорее редкость, чем правило. Хотя, как и я говорил, теория Маркса и Энгельса, она является структурной частью современного знания о политогенезе. Так же, как и теория Гумпловича, так же, как, в общем, и немножечко теория общественного договора. Но ее нельзя рассматривать как единственно верную. Витфогель. Что касается теории политогенеза Витфогеля. Значит, Витфогель говорил, что государство возникает в засушливых районах нашей планеты, где есть удачный, ну, с удачным расположением водного ресурса. Там, где есть полноводные реки. Если вы вспомните, я уверен, что в пятом классе, ну, или там, да, в соответствующем классе средней школы, когда вот рассказывали, да, например, про древние государства, вам рассказывали как раз теорию Витфогеля. Да, что вот, я вам сейчас напомню, напишите, если это так, если я прав. Мне прямо даже интересно. Смотрите, древние государства появились на территории Месопотамии и древние, ну, и территории Египта, благодаря тому, что, значит, реки, несущие там плодородный ил, в случае Нила, да, там, ну, и разливы тигра и эфрата, позволяли вести очень интенсивное сельское хозяйство. Для того, чтобы это сельское хозяйство вести, требовалась ирригационная система. То есть требовалось выкапывать оросительные каналы. Оросительные каналы были очень сложными и требовали объединения большого количества рабочей силы сразу. И вот, чтобы объединить кучу-кучу разных общин для общего блага, чтобы все они смогли создать единую систему оросительных каналов и повысить свой уровень жизни, а затем, как бы, эту систему поддерживать. Вот для этого и появилось государство, которое этих людей направляло и контролировало. И поэтому именно благодаря Нилу, Тигру и Эфрату и особенностям их водного режима и появились государства. Говорили вам это? Ну, может быть, в более упрощенном виде. Ну, будем надеяться, что меня кто-нибудь слушает. Если да, напишите просто да или нет. Это мне для внутреннего пользования исключительно, честное слово. Ну вот, хорошо. Да, вот про теорию Витфогеля, по крайней мере, двоим рассказывали. Ну, опять же, я пока буду рассказывать. Если вы решитесь, у вас найдется духа у всех остальных, то тоже напишите да или нет. Вот я буду очень рад собрать такую срезовую информацию. Значит, теория Витфогеля старенькая достаточно. У нее, как у всех вышеперечисленных теорий, есть ряд, как бы вам сказать, белых пятен. Есть ряд нюансов, которые не позволяют использовать ее в чистом виде и применять ее к древнейшим цивилизациям повсеместно. Во-первых, Витфогель, к сожалению, умер раньше, чем археология сделала скачок и были найдены находки развитых цивилизаций вне Тигра, Ефрата и Нила. Ну, например, вот на Балканах. Там были очень мощные древние цивилизации. Они могли появиться чуть-чуть попозже, но никакого отношения эти цивилизации и первые протогосударства и государства к речным режимам не имели. И коррегаций тоже. Точно так же к этому не имели отношения и города Майя. Народ Майя в Америке никак не был связан и их политогенез с ирригацией и контролем над ирригацией. Ну, то есть, был частично, но там ирригация не имела такого серьезного веса. Более того, есть один хитрый нюанс. Как показали раскопки, единой ирригационной системы во всем, например, древнем Египте не существовало вплоть до эллинизма. Ну, такой вот. Может быть, накануне эллинизма и в период, когда Александр Македонский захватывает Египет и в дальнейшем бывшие военачальники из рода Лагидов происходящие от Птолемея и Лага начнут контролировать эту страну. Вот вплоть до этого момента единой системы не было. А местные общины, местные города, которые такой узкой лентой вдоль Нила находились, вот они каким-то образом все-таки создавали свои маленькие ирригационные системы, но в единую структуру, они их так и не связали. А государство-то уже было. Это значит, что в общем и целом Витфогель прав в том смысле, что гидравлические работы все эти влияют на скорость политогенеза и направление его особенностей. Там же формируется деспотия, жесткая власть фараона, или назовем глобально, деспота, который освящен богами, сакрален и обладает абсолютной властью. Вот на это, безусловно, повлиял водный режим и гидравлические работы, и надобность варигации, но мы не можем сказать, что именно из-за этого государство там появилось. Опять же, теория Витфогеля падает в копилочку всех других теорий, которые в объединенном виде будут давать нам знания близкое к истине. Ну, как вы знаете, научное знание абсолютно истинным до конца наверное быть не может, потому что наука должна сама себя оспаривать. Все время открываются какие-то новые данные, знания углубляются. То, что было истиной в какой-то момент, может быть истиной неокончательной через какое-то количество лет или даже дни и недель. Наука обязательно должна работать сама над собой и никогда не принимать свои знания как окончательный итог. Так. Ну, вот, есть еще ряд теорий, которые существуют под общим названием торговых теорий. Значит, что такое торговые теории происхождения государством. Дело в том, что по этой теории в какой-то момент начинает быть возможной торговля на дальние расстояния. Она появляется для того, чтобы путем обмена правящая элита могла получать предметы роскоши в первую очередь. И вот для того, чтобы организовать такую длительную дальнюю торговлю, держать в стабильности торговые пути, получать предметы роскоши, а потом удерживать власть в общине при помощи распределения этих благ. Там этому дал что-то, этому что-то, ну и в общем на этом удержал свою власть. Вот, чтобы это происходило и формируется государство для контроля над торговыми путями и для получения вот этих вот статусных вещей. Опять же, безусловно, удаленная торговля существовала с очень ранних времен, но такие контакты обычно были редкими, иногда вообще случайными и большого количества таких статусных вещей они не приносили. Потому что, видите ли, торговля развивается тогда, когда у вас есть дифференциация создаваемого продукта. То есть, если здесь, например, вот в Египте, в Египте было большое количество золотых рудников. Хорошо, в Египте есть золото. Соответственно, вот золото хороший такой металл для обмена. А где-нибудь у хеттов у них было некоторое количество залежей меди. А меди в Египте при этом было мало. Вот вам, пожалуйста, торговля хеттов. Если что, хеты это территория нынешней Турции. На территории нынешней Турции находилось хетское государство Малайзия. Но тогда происходит торговля. Но в ранние периоды основой экономики является одно и то же. Являются земледельческие продукты. Продукция земледелия. Она практически везде если не одна и та же, то ценность имеет одинаковую. Поэтому обмен такими вещами он чаще всего не нужен. Более того, продукции не создается столько сельскохозяйственной, чтобы излишек можно было кому-то отдать. его чаще всего сохраняли. Только достаточно поздно уже появится такое количество прибавочного сельскохозяйственного продукта, когда его можно будет использовать для торговли. Более того, как я вам уже сказал, очень часто купить такого особенного нечего в ранний период развития общества и на раннем периоде политогенеза. Поэтому, конечно, нужда в дальних торговых связях интенсифицирует процесс политогенеза, она его ускоряет, она его отчасти направляет, но она не является, ну, как бы, наличие торговых путей не является единственной и первоочередной причиной. Хотя, конечно, например, контроль над торговыми путями возможно, во многом повлиял на государство на Крите, да, знаете, остров Крит, он, в общем, находится в таком удачном месте, что торговать можно и с греческими городами или поселениями на севере и с Египтом на юге и можно еще и с Крита торговать там с Сицилией и с Италией. Да, в этом смысле, конечно, если государство находится прямо на торговых путях, то в более поздний период формируется серьезный аппарат контроля за торговлей, но он не является, как я уже сказал, первопричиной. Поэтому эту теорию мы тоже добавляем в общую копилочку. Теория Корнея. Значит, теория следующая, что государство появилось благодаря общественному или экологическому стеснению. Что понимается под общественным или экологическим стеснением? Вот, если государство существует в неблагоприятных экологических условиях, когда мест для создания сложных, ну, как большой, крупной общности людей, места для создания больших поселений мало, тогда начинается конкуренция. Конкуренция за территории, удобные для проживания. Ну, вот, так, например, возможно, было в том числе в Египте. Да, Египет, еще раз, это узкая ленточка вдоль Нила, зажатая между двух крупных пустынь, в которых, конечно, есть оазисы, но в этих оазисах существование не такое хорошее, да, почва не такая хорошая. вот этого Ила с Нила нету. Поэтому приходится бороться с другими общинами за то, чтобы ваша община росла, потому что место ограничено. Ну, и дальше получается, что все идет по, в соответствии с теорией Гумпловича, да, то есть, вот эта вот скученность экологическая приводит к военным конфликтам, военные конфликты приводят к порабощению, а порабощение приводит, ну, там, к порабощению контролю, а нужда в контроле, она уже приводит к созданию государства, да, то есть, государство это такой, в общем, серьезный контролирующий институт. Таким образом, кстати говоря, вот теория Корнейра является хорошим примером того, как из одной теории вытекает другая, видите, да, как бы теория Корнейра, она является следующим этапом в развитии, и вот наука, в принципе, настоящая, она так и действует, когда вы сомневаетесь в предыдущем и дополняете. Ну, как бы в чистом виде теория Корнейра тоже, хотя и объясняет некоторые моменты, да, но не является единственной, потому что кроме общественной вот этой вот стесненности, экологической стесненности, существовали и другие причины, которые влияли на политогенез, и надо их рассматривать в комплексе. А, ну, я вам не сказал, что такое, да, общественное стеснение, да, общественное стеснение, это когда общество окружено воинственными соседями, и вот если ваши соседи достаточно воинственные, вам постоянно приходится с ними сражаться, то в итоге, как в фильме «Горец», да, останется только один, а все остальные будут порабощены или уничтожены. Вот пример общественного стеснения. Ну, иногда, исходя из теории Корнейра, экологическое стеснение ведет за собой общественное. Ну, в сущности, так или иначе, эта теория говорит об агрессии как основе создания, основной причине создания государства. Есть вопросы по предыдущим теориям. Ну, если есть, пишите. Так, ну, и теперь посмотрите. Это очень непростая вещь, если смотреть на нее в первый раз. Это так называемая шкала сервиса Саленза. Это тот самый Мартин Саленс, который создал парадокс Саленза, о котором я вам говорил в прошлый раз. Если помните, что вроде люди начинают заниматься земледелием, а жить начинают хуже. Зачем тогда они это сделали? Вот это тот же Саленс, великий, в общем-то, ученый. Что он создает? Ну, в том числе он, да, два ученых сервиса Саленс, они создают вот такую схему, четырехчастную. Это схематическая эволюция государства. Ну, как и любая схема, она не отражает полностью реальную действительность, потому что реальная действительность, опять же, опосредована особенностями существования каждого конкретного государства в каждом конкретном месте, но позволяет в целом посмотреть на общую динамику процесса. Итак, какая общая динамика процесса была замечена? Переход от группы к племени, мы о нем говорили, от племени к вождеству и от вождества к раннему государству. Вот эти четыре этапа чаще всего проходит политогенез в обществе. Да, ну, в первую очередь в древнем обществе. Так, значит, что на этот политогенез влияет и что является такими особенными маркерами политогенеза на каждом этапе. Ну, во-первых, да, это способ поддержания существования и его особенностей, типы лидерства, как вы видите, да, то есть, кто может считаться руководителем, кто считается главным, кто отвечает за существование группы и кому эта группа передает возможность и право и обязанность, кстати говоря, контроля. Значит, какие средства интеграции, то есть, каким образом можно стать частью коллектива, частью группы и какой есть способ политической преемственности и каково разделение на группы внутри общества. Значит, вот эти основные пять показателей. Значит, если мы рассматриваем по показателям, пойдем сверху вниз, да, каков способ поддержания существования. Для малых групп это охота, если помните, я вам говорил, 30-40 человек, вот эта вот группа, небольшая, охотники-собиратели. Дальше происходит... Дальше происходит... Слово вылетело из головы. Какая революция происходит при переходе к земледелию? Переход от охоты и собирательства к скотоводству и земледелию. Это какая революция? Нет, не аграрная. Нео... Во! Неолитическая революция. Есть такой термин, как революция аграрная, но дело в том, что он считается устаревшим, потому что она не всегда аграрная. То есть, слово аграрная имеет очень четкие связи и коннотации чаще всего с земледелием. Обычно. Но, тем не менее, не обязательно с земледелием. Есть же еще, например, на скотоводство. У всех ли хорошо меня видно? Мне кажется, у меня испортилось качество картинки. Итак, значит, соответственно, происходит неолитическая революция. В дальнейшем земледелие становится более распространенным. Экстенсивное земледелие, то есть, полуфиолетовое. Ну, ладно. Я думаю, что я не стал хуже от этого. Я могу попробовать исправить ситуацию, но, честно говоря, пробуюсь. Презентация я так понял. Вот. Значит, итак, значит, постепенно, постепенно земледелие все шире распространяется. Экстенсивное развитие, я напоминаю, это развитие количественное, интенсивное, качественное. и в период раннего государства оно окончательно становится интенсивным. То есть, земледелие улучшается не за счет увеличения земельного фонда, который используется для земледелия, а за счет эволюции способов ведения хозяйства. Ну, вот ирригация является как раз примером интенсивного землепользования, когда вы не увеличиваете количество засеваемых земель, а находите какую-нибудь технологическую новинку, которая позволяет вам получать больше урожая. Ну, в данном случае при помощи орошения. Что касается типа лидерства. Значит, лидерство в племенах и на ранней вообще стадии политогенеза обычно харизматическое. Значит, что такое харизматическое лидерство? Харизматическое лидерство – это такой тип лидерства, при котором важным является амплуа этого лидера. Его военная риторика, его суровость, его сила убеждения. Ну, военная риторика, безусловно, в условиях постоянных военных конфликтов важна между общинами. И такие люди становятся лидерами чаще всего в ранних обществах догосударственного типа, на пути к государственности. Значит, это, кстати говоря, очень хорошо видно, потому что в древности общество сосуществует друг с другом, рядом, находящиеся на разных этапах политического развития. Грубо говоря, государства могут встречаться с вождествами и с племенами. И примером ярким тому является Римская империя. Вот римская армия, например, Цезаря, она встречалась с германцами, которые находились на племенном уровне развития, с кельтами, которые были на уровне вождеств и ранних государств. И все это хорошо задокументировано античными авторами. И там хорошо прослеживается именно харизматическое лидерство, потому что когда встречались две армии, очень часто когда римские легионеры выстраивались перед какими-нибудь гальскими воинами, самый крепкий гальский воин выходил и пытался вызвать на бой чемпиона, так это называется, чемпиона из стана римлян. Почему это для них было важно и для кельтов, и для германцев? Потому что это позволяло получить немножко личного авторитета, вот эта личная доблесть в бою, когда вы вышли как чемпион, вы лидер самый авторитетный в племени, вы вышли и в открытом бою победили самого сильного представителя врага. Вот это как раз харизматическое лидерство, потому что вам нужно поддержать свой авторитет, а как его поддержать, если весь ваш авторитет зависит от того, как относится к вашей персоне? Ну, надо получить немножечко как бы вам сказать таких очков влияния, что ли, да, нужно немножечко получить авторитета. Вот это пример харизматического лидерства. Кстати говоря, умные римляне после первых случаев попытки, значит, вывести их на поединок стали от этого отказываться, потому что оказалось, что, конечно, галлы и германцы выставляли отличных чемпионов, но в смысле военной организации, как военной машины, были гораздо хуже. И вот чтобы не кормить эту харизму этих вождей, римляне, в общем, перестали на это отвечать. Постепенно харизматическое лидерство меняется и оно приобретает черты суверенитета. Что такое суверенитет? Значит, суверенная власть это та власть, которая в глазах населения имеет право на осуществление своих полномочий. Вот если люди, которыми вы управляете, считают, что вы имеете на это право, вы легитимны. У нас сейчас очень часто говорят о легитимности, нелегитимности, кто там имеет право, кто не имеет право у власти находиться. Вот это об этом. Если население считает, что вы имеете право находиться у власти, значит, вы легитимны. Если население считает, что вы не имеете право, то легитимности у вас нет. Значит, вот если изначально все зависело от харизмы, то дальше все будет зависеть от легитимности ну как в общем и до сих пор на уровне раннего государства как получить легитимность есть у кого-нибудь мысли как вообще получают легитимность правителя дамы и господа я надеюсь что вы здесь не бойтесь ошибиться если что мы с вами как бы такую лекцию ведем просветительского характера влияние в обществе очень общие слова но они безусловно такие правильные но как это влияние как этого влияния добиваются как добиться влияния чтобы общество признало что вы имеете право что вы имеете легитимность и суверенитет легитимность это право ну которое вы имеете как это получить самый простой способ самый простой способ это религиозный если вы сын бога бог герой а если вы рождены от какого-нибудь древнего хатонического существа вот тогда да тогда вы будете в глазах людей суверенным и легитимным вот поэтому все вот эти вот первые цари они являются правители живыми богами как случае фараона или как в случае с вавилонскими например правителями они являются родственниками богов причем прямыми и вот эта сакрализация если ваша власть освящена богами то есть сакрально то она будет легитимной и суверенной в глазах населения и когда какой-нибудь египетский фараон приказывал казнить кучу народа ни у кого не возникало вопросов имеет он на это право не имеет он на это право потому что он живой бог он легитимный по факту все живого бога не спрашивают на что он имеет право потому что он имеет право по происхождению да ну вот как бы вот так значит теперь что касается что касается типа лидерства значит теперь по поводу средств интеграции на ранних этапах самый простой способ каким можно было стать членом общины да это безусловно брак да вот таким образом женщины становились членами группы чаще всего естественно то что я вам напоминаю да общество у нас патриархальное в основном да матриархат если и был то сложно находим а в период возникновения ранних государств уже почти повсеместно патриархат так вот брак да чаще всего является формой вхождения в природовой организации но при территориальной общине государстве территориальный принцип да если вы живете рядом и начиная начинаете подчиняться тому кто контролирует эту территорию вы становитесь частью государства это может происходить добровольно да так было я пример вам приведу какой-нибудь северный казахстан добровольно вошел в состав российской империи вот пожалуйста государственная власть российской империи на него распространилась добровольно это может быть пути может как бы производиться путем захвата одна община захватывают другую община входит в состав этого раннего государства вот значит и теперь самое важное значит у каждого следующего уровня политического развития системы самым важным признаком который постоянно увеличивается при переходе будет являться постоянным признаком стабильность значит чем общество ближе к обычной да вот группе по салензу ну в общем так и есть и сервису тем она менее стабильно и тем она чаще распадается когда у вас нет четких каких-то вождей и лидеров когда они очень зависит от общественного мнения такое общество нестабильно когда не очень понятно кто будет следующим это вообще совсем не стабильно это даже и на уровне развитых государств мешает вспоминаете дворцовые перевороты в россии непонятно кто будет следующий нет четкого закона да все пожалуйста структура начинает сыпаться естественно для племенных организаций такая такой кризис передачи власти очень в общем частая штука да и не обязательно при смерти лидера к моменту создания ранних государств обязательно формируется система передачи власти та или иная обычно на древнем востоке например да а мы будем начинать с него с вами это передача власти по наследству очень жесткая стабильная система в рамках одной группы да она позволяет ну мы сейчас не рассматриваем какое-то количество минусов но для раннего государства она обладает самым важным да она обладает свойством стабильности очень высоким система очень стабильно если вы посмотрите на 30 династий да именно 30 их было египетских они чаще всего существовали очень очень долго ну или по крайней мере несколько столетий вот пожалуйста стабильность так теперь что касается ценностей я бы хотел с вами еще поговорить это достаточно важно значит если у нас появляется раннее государство что в нем считается самой большой ценностью как думаете ну я пока вам порассказываю а вы мне напишите пожалуйста что вы думаете по этому поводу опять же мне просто интересно честно говоря ну и потом я же вас не вижу создается впечатление что я разговариваю с неживыми предметами а это вообще говоря признак шизофрении я хотел бы проверить психически ли я здоров и есть здесь кто нибудь основная ценность государства это его глава ну в общем и целом отчасти можно так сказать я здоров да это слава богу вы если можете отвечайте мне на вопросы это опять же не для того чтобы я вас проверил я же не ваш школьный учитель штука в том что мне просто хочется понимать что я это делаю не один да что есть какой-то человек же в общем склонен к живому общению в основном значит отвечаю земля рабочая сила значит основная ценность но вот земля ресурсы земля значит родственные связи значит по поводу родственных связей мы же говорили да что родовая община распадается и заменяется территориальной а в как раз в период существования территориальной общины появляется государство да один из важных признаков государства это наличие у него территории поэтому родовые элементы они отходят на второй план в первую очередь чаще всего отвечают земля да ну так в школе учат в общем земля самая большая ценность вот все за эту землю и сражались но на самом деле нет земля была очень важна особенно в древнем египте да в древнем месопотамии опять же вот эти системы рек так у нас есть еще наверное две минуты может быть я закончу извините чуть-чуть вас задержу что-то я разговорился значит хотя земля очень важна она дает там большое количество прибавочного продукта но тем не менее первостепенную значимость имеет власть над людьми вот это и будет являться основной ценностью хотя казалось бы должна быть земля но нет важны люди которые на этой земле работают и соответственно реальную власть будет давать не обладание землей а обладание контролем над людьми которые эту землю возделывают да и именно поэтому пример вам приведу да какой-нибудь средние века королевства например на территории нынешней Франции оно называлось титулатура хорошо это показывает королевство франков и только потом оно становится королевство Франция потому что изначально важно что вы контролируете франков а не контролируете территорию Франции ну в общем и целом на сегодня все я всех вас благодарю за то что вы со мной пообщались и я понял что я психически здоров окончательно ну еще раз я вообще и думал но чуть-чуть начал сомневаться всех вас буду ждать в следующий раз спасибо большое задавайте вопросы всего хорошего спасибо 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 спасибо